Это страх и ужас был, это вообще нас так тут гахнуло, передать невозможно, мы когда с чудом с ребенком мы стали живы, хотели в погреб, в погреб вообще засыпало. Такой страх, что-то делается, его полностью завалило, вот подвал, его полностью завалило, двери выламывали, вообще двери выламывали, собаки осколок, оперировали собаку, чудом вытащили осколок, собака живая осталась. Соседей двоих ранило, приезжала скорая, осколки вытаскивала. Я обращаюсь к российской власти, остановите эту войну, мы мирные люди, мы украинцы, мы мирные, мы не хотим войны. Зачем вы нас убиваете, наших детей? Когда-то братские народы были и сейчас посеяли такую вражду между собой. Как детям это объяснить сейчас в школе? Как это? Мы уже месяц-болтора не учимся. Это не все разпадало все. Была ракетная атака. Я так понимаю, что косетными нас бомбили снарядами. Они разлетели, есть повреждения. Векна повибывались, шипки, крыши развалило людям. В общем, горы, люди и горы. Ну и что хочу сказать, от нее не спрятаться. Почему? Потому что летит и вверх, и на низком расстоянии. Даже если бы я упал, как говорится, я залег бы на землю. Вот видите, на каком расстоянии повырывало, просто тупо повырывало. Вот это от нее, с этой гадостью. Именно в воронке нашли. Пошел разлет по всем. Вон у соседа у меня окна побито. Правда, удивительно, что только одно окно выбило, а второе стало спрятаться. Мы засыпаем. Мы так крещим. Мы это вообще, а когда вот это начинает гудешь, бомбешь, это господи. Тут молись, крестися, спаси, сохрани нас, пожалуйста, убереги нас от всего этого. За детей, за своих, за эти, а старики, которые, кто смог уехать, это их, конечно, право, их выбор. Но все же не могли уехать. Мы не можем оставить и своих стариков здесь, и дети у нас.